Мы им, кстати, не мешаем по звуку, потому что мы находимся с противоположной стороны стенда. Можно на самом деле смотреть, наверняка кто-то смотрит за игрой от первого лица, потому что на мероприятии, если вы смотрели какие-нибудь фотографии или видео от Монти, например, там они сходили рядом со стендом, вы видели, что игроки сидят лицом к общему потоку, так скажем, зрителей, и все, что у них происходит на экране, транслируется нарядом стоящей плазмы. То есть можно спокойно посмотреть на игру от первого лица лучших игроков, ну не только России, европейского уровня, конечно, европейского международного уровня. Хорошо, что у нас такая школа в аркафте получилась в результате. Ну что, другой матчап. Эльф против Альянса. Две очень близкие мне расы. Ой, я перед входом, что-то произошло, но бывает. На плазму, да-да-да, клан где-то рядом. Рандом изговорит, привет. После этого у нас будет сначала матч за третье место, где будет играть кэт против того, кто проиграет здесь. Ну и потом финал, финал в 5. Я думаю, что мы спокойно уложимся где-то до часов 6-7. Это зависит, естественно, от типов игр. Насколько они будут услышанными. Ну и насколько будет активна борьба. Это особенно важно в каком-нибудь в 5-5. Есть разница в игру, а там в 2 может быть по времени. Ну что, Фогич. Через Кипер-опед, да, естественно. Ну а что же делать? Кипер. Но патч уже близок, поэтому там столько всего изменится, что наверняка не будет поменяться. Я надеюсь на это. Тут Архмаг, естественно. Классический верховный маг. Универсальный. Причем там же второму герою Малтон Кингу Клэп довольно серьезно сначала подняли, потом подрезали, все равно он остался хорошим. И в затяжной игре можно переучиться. Там Близзард. Архимаг очень полезный герой. Регенерация маны. Ее, правда, тоже фиксили. Тем не менее она сверхполезная тоже. Войска вступили в бой. Так, кардан тычет. Я помню, что вчера к кордан приходил. А не кардан. А кардан и басы. На город напали. Бобилайт говорит, тут сильно лучше и интересно, чем в прошлом году, но все еще без компании не стоит. Да, Бобилайт Войска вступили в бой. Вчера. У него такая колоритная вешность, его сложности как-то спутать. Какой-то стремальный крепинг использует в кардане. Делись живой вообще, ополчение. Собежал на трех, на двух хитах. Так, пытается просто увести рабочих. Не дай бог, там парень как-то троллями начнут стрелять спонтанно. И все. И ненужной жертвой по этому появился. Войска вступили в бой. Ну, фуги тоже все ровненькое. Вот, на лагере наемников. Пока себе серпленку на зеленой точке выявил. Город напали. Тоже взял уже царестных троллей. Ну, все, хавкует, ставит экспанд. Бегут первые ополченцы. Карта приятная для экспанда. Потому что, как вы видите, защита не очень серьезная. Два тролляда огр. Голубой. Убивается это быстро, без особых проблем. Здесь выпала аура. Я не обратил внимание, что выпала хавкует. О, это родительная спальня. Кенталаские сапоги, которые увеличивают ловкость. Притом, что в Альянсе нет героев на ловкость. Можно взять одного из замечательных героев в таверне на ловкость под артефакт. Отличная идея. Развиваем ее. Например, фейерлайд. Лоска вступили в бой. Все классно. Опасный, опасный герой. Прорализует очень быстро. Ну, у фуги тоже делают текст. Тут пять рабов, пару пилд, убитая овца. А вот у фуги тоже артефакты реально полезные. То есть, аура палатиновская. Она, конечно, еще не япнута, но в патче ее обещают. До двойки, касса двести, метра два. Войска вступили в бой. И самое главное, ну, собственно, аура-то понятная, она универсальная, она действует на всех. Бринжовый, милишный, все равно. Всем хорошо от этой ауры. Плюс два венца благородства. А у артмата есть полезный вот и то с натяжкой, и перчаткой скоростью. Они отыграли оба очень пассивно. То есть, вот, один поставил экспракрик, два точки, три точки. Второй то же самое. И сейчас просто по одному и тому же таймингу, то есть, в одно и то же время, встречаются в центре армии с обставивами. Ну, и вроде и там тролли есть, чтобы диспалить элементарно. Войска вступили в бой. Там тролли есть, чтобы прикопку диспалить. Встретились, обошлись пока без жертв. В результате ровненько-ровненько. Стоит отметить, что Хавк поставил вард. Это хорошая разведка. На предстоящие, там, шесть минут. Кажется, шесть. Ну, и все-таки, по-самуфаги будет все-таки играть поагрессивнее. Хотя, куда вот ему лезть? Тут два тролля с лечением, с диспалом. Они очень хорошо будут нейтрализовывать кипера. Пока в основании для агрессии у Хогича вообще никаких нет. Второй глаз очень грамотный. Смотрите. Дает полностью информацию, где находится. Войска вступили в бой. У него страховышный риск есть. То есть он мог бы... Ну, он начинает крепиться и знает, что к нему могут сзади подойти. Поэтому он сразу всеми силами выбивает этот шаг с голубого огра. Выпадает ему отвратительный цветок зверя. О, Алхимик выбегает и кидает осидку на трех-четыре птиц. На пять юнитов. Продал сразу. Снова записывается. Козел. Кто добил? Интересно. Я обратил внимание. Книгу точно взял Алхимик, а вот кто добил тролля... Понятное дело, что сейчас сражение было не из-за этого тролля. Именно за книгу опыта, которая в патче предстоящем говорят... Войска вступили в бой. То есть наконец-то, близи спустя, сколько там лет, они сначала эту книгу... Она вообще сначала выпадала, как и все остальные книжки. Ее можно было потом использовать. То есть ты крепишь там на Лос Темпли две точки, тебе попадают две книги экспы. Они прибавляли тогда по 200 опыта. То есть одна книга сразу была в лап. Ты отдаешь там Маутон Кирпу, который выходит из алтаря. И он два с половиной такой. В жизни не видел. Просто сразу два с половиной МК у тебя из алтаря. Потом фиксили, пеньшали, переводили в другой шанс дропа, более редкий. Ну, с книгами плюс два. Войска вступили в бой. Тем не менее, это оставалось и остается самой такой предпочитаемой книгой. Самой предпочитаемой. Ну что, хорошо. Сейчас было небольшое сражение. Причем, агрессором выступал именно Фогич. Он приходит на базу к тапку, отменяет ему мастерскую. Ну, чтобы рефлок. Мастерская тут же там не вернулась. Возьмите, мастерская. Это проблема уже. Тут у Алхимита есть тоже небольшие проблемы в центре. А, и Фогич подрезал. Кажется, здесь еще обринь забрал артефакт, если я правильно помню. Магическая вычка хорошую урон наносит высоту юнитом. Подставляется козел, это ошибка. Много маны теряет козел. Каждый выстрел минус 10. Вот, в это время сразу гуляет на Т3. Неплохо. Какого-то напали. Лорница. Но это, видимо, очень быстрый выход по отруджайентов. Пытается создать давление на мейне. Напрягает. Ой, как неудачно Хавк проходит. Неудачно, потому что Мурлок еще сетки кидает. Морежка вступили в бой. Подрезает одного футмена. Хавк пытается кузню дочинить уже двумя рабочими. Выстраивает ее. О, и у Хавка еще тролль не туда забежал. Посмотрите. А почему не добил? Он мог просто так же прибегать и... Да, все, справился. Сам своего тролля может отдать. Тролль жирный и очень-очень дорогой. Спасаемый. Теперь продолжается атака. Нужно привлекать ополчевцев. Хавк пытается отбиться. Пока получается, там еще вторая выстрел проделывается. Не, вроде справляется. Справляется как. Но задача фоги, и он прекрасно понимает, что он здесь не возьмет и не продавит. Потому что ну нет. Он просто пытается выиграть время. Потому что у него есть экспант. У него есть ну такое, как бы это сказать. им нужно выиграть время для того, чтобы дожить до Т3. Дожить до Т3, дожить до Лорниц, вот строятся первые Малта Джайанты. После того, как сделается апгрейд на последнее дерево, нужно будет потратить еще время для того, чтобы сделать парочку ключевых апгрейдов. Вот. И все это время нужно как-то жить и при этом не давать сильно развернуться оппоненту, который пока не играет в Т3. Войска вступили в бой. 1700 золота, ухавка. Ничего себе. Ну, во-первых, дисбаланс по соотношению золота к дереву. Это значит, что он много потерял там, не добывал леса. Видимо, из-за того, что рабочие привлекались. Кто-то умирал, очевидно. Кто-то там экстренно выстраивал здание. Да. Вот, кажется, результат хорошо, спасибо. Да, представляете. На город на паре. Извините. Войска вступили в бой. Фоккесе удалось выиграть время. Так вот, если посмотреть, то удалось. И слот уже первая МГ, вот уже Т3. Там еще котел, наверное, старбой сейчас будет. Ой, молотонкин кидает болоток, сразу отрезает троля. Провоцированием снимаются горные великаны. Таунтин. Минус футмен. Возможно, минус тролль. Какая-то прикопка. Вторая дочь минус тролль. Хорошо. Да, у кипера уже есть торба. Сейчас очень хорошо фоккесе. Сейчас он еще пару грейдов закажет. Войска вступили в бой. Хорошо, сейчас будет хорошо. И он еще подрезает. Мазик, подрезает юнит, подрезает контролей. Сейчас на рефла смахнулся. из-за чего у кафка все играют и гляньца. Он по мелочи, по мелочи теряет лимит. Но, конечно, есть деньги. А, он еще в Т3 долго будет выходить. О-о-о-о. Да, вот это, конечно, проблема. То есть, ему нужно как-то сейчас уже терпеть. Сейчас. подрелю молоток. Первая маршинка вышла. Неприкрытая. На лимитале очень быстро уходит. Маршира пытается издалека, но картичей еще нет. Привлекается ополченц, но... А, ну, у малышейтов все еще нет грейда. Видите, только он доделывается, каминами достынят. Поэтому урон в игре заходит пока короткий. Но, и в 10 секунд уже все. Грейд будет на крайне сложно пробить. Студается работать по героям. когда я смотрел стал химиком, теряет... Я не знаю, как там подбиться вообще. Крайне сложно ситуация. И вроде... Мне сейчас не знаю, как получилось, почему Кап не отбился в Т2. Почему там по мелочи, по мелочи теряют героя. То есть армия у них были сопоставимы. Так, малышейтов заходят на базу, это ошибка. Но они, по крайней мере, должны две взять в руки, чтобы просто поменять тип урона, отменить алтарь, в котором воскрешается ЛК. И спокойнее, не толпиться, и в очереди уйти уже на высшем. Он же агрессивный, Тафогич играет. Тафогич играет. Уже прямо на главной базе. Прям подвыше не сражается Тафогич. Кипер у него, конечно, пустой, без маны. Возвращается алхимик, потому что ману передаст киперы. Ой, да, он ману передаст киперу, но он сам пустой. Тафогич играет. Три мортиры сзади. Хорошо. Кипер, правда, пятна. Нет, покатился. Смотрите, какая баронная. Рядом с замком, на бой. Рядом стоят, спина к спине. Алхимик пытается вылечить горных великанов. Все стоят, но одного уже плохо. Т3 ухавка до тела, сливают первые кони. Ну, как вот без алтаря? Как без алтаря? Без оптики, без половины. Один артмак на галаге попытается с двумя базами артмак. Что сделать? Смортиры неприкрытые вообще не могут. Картищик нет. Трайне сложная ситуация, ухавка. Он отчаянно пытается от битвы, хоть как. Ему нужно не просто времени. Он вот так, как дожил, и... Да, им очень сложно приходится контролить на два фронта и тому, и другому. Падают рабочие. Мне кажется, слишком серьезные потери сейчас. Ухавка. Нужно достраивать рабов на город, на баре. А или спасает все после телепортации. Да... Он подрастерял, скорее всего. Причем, чтобы подрастерял эти два года всего. После снял Т3. Не был готов к какой ранней Антане. Мне не знают, естественно, камп. У него пока есть элит, он будет сражаться. Очень битый алхимик. Битый конь. Алхимик влечь, хоть не может. Честно. В ходе второй тут же прикопка. Ой, как приятно. Его главное не от диспелить, еще пока при сынах бегут. Он уже умер. Но за диспель и он умер. Приходится просто уходить. Молотой Чайдер вытолковывает все. Вот эти вот великаны отказываются умирать. МК выходит. А где алтарь-то мы отстроили. На экспанде, видимо, алтарь-то. И паладин делается. Слушайте, если бы это может быть и получится. Хоть как-нибудь. Убили в бой. МК битый, но прикапывают. И тут держатся. Смотрите, пытаются вылететь общей. И тут им куда же до контроля после его таунца. Аж два великана, и Кипр накидывает сарбей. Безумно долго проходит вот сражение. У одного одного не пробить, другой тоже лечится с крестами стоять пытаются. Но больше, конечно, теряет сошел на скалку. 50-50 км. Катится очень серьезно. Вдвоем просто они. Вдвоем пытаются одного не убить. Безуспешно. И здесь тоже хаос. О, химик отступает, у него просто здоровье проблема, его можно заставить домой опять. Уже почти шестой кипер, уже почти исключимые транквилы, конечно, поставить точку в Ульту, потому что все вот эти битые алхимик, битые маутин-джианты. Вот если поубить шестой кипер, ману не хватает на ульту, но все равно ПП, ГГ, ничего не сделают. Да, первая игра остается за Фогичем. Несмотря на то, что Хавк в отличной форме, просто в отличной, я не говорю про физическую форму, он, в принципе, после того, как действительно присоединился к немецкой команде МТВ, начал активно тренироваться. и это видно по игре. То есть, он занял второе место на турнире, который проходил в Германии, повторюсь. Там, где были и европейцы, и корейцы, и наши хорошие, все, причем император был, собственно, кому это проиграл, в конце концов, настолько я помню. Вот. Но вот на прошлой конце не удалось ему дожить до до Т3. Фогич как-то сделал это гораздо быстрее. Ну, понятно, что у тебя в любом случае быстрее апгрейд, потому что ты не вкладываешь так много денег в экспант, потому что комнаты же делают всегда пятерабочими. Это увеличивает косты, я не помню конкретно сколько, там 380, кажется, в результате, если пятерабочими строить. Получается, ты дерево тратишь. То есть, ты выигрываешь по золоту, потому что начинаешь золото побывать раньше. Но ты просаживаешься по таймингу апгрейд на Т2. Вот. И из-за этого Т2 позже Фоги говорит, в туалет нужно сбегать на 2 минуты. Окей, у нас пауза небольшая. Почему у Фоги еще был несколько пикантов, а у хавки ни одного коня? Ну, вот именно из-за того, что его начали пушить тогда, когда он только-только подошел к Т3. И он до этого вот так подрастерял немножко юнитов, там, рифлов чуть-чуть, тролля он потерял, еще что-то подрезали у него. И в процессе вот такого пуша, когда у него наделывался Т3, когда уже начали выходить кони, это было уже, ну, тоже были потери. Тоже были потери. Сетка есть где-то, конечно, я лично ссылочку скинул в месседжер.дд в чате, крупными боками написал сетка, как-то, когда ты заходишь на стресс-канал, ты видишь справа сетка. Наверняка, кто-то уже вкидывал сетку в чат. Главная страница, в Бразилии турниры, должна быть сеточка. Как думаешь, гигантно балансовый юнит? Ну, в прочем патче он был гораздо более дисбалансовым из-за количества лимит, которые снимал. Есть понимание, как убивать гигантов, вы видели прецедент, как их убивать. То есть тебе нужен МК, желательно с вторым коллегом. Тебе нужна нормальная масса и желательно архмакс-близердом. Не обязательно это делать конями, потому что даже рифлы с тремя грейдами на атаку с инерфайером ну так, более-менее их пробивает. ЛКГ, привет. КЛКГ теперь в лаунчере плюсов. Я вот, я не знаю, нас поставили, вроде хотели поставить анонс этой трансляции, этого турнира в лаунчер, но я, к сожалению, не видел этого. Уже есть, говорят? Отлично. Спасибо Близердам. на езде? А потом все малыш даам и живем . Тебе! Тебе жалко Ну как ты, Игорь Ампер? Ну, не успел он, да, да ты видожить И все, зачем ты растерялся, там, сэндкерчат Понял Чуть-чуть не хватило, полминутки-то Думаешь? То есть ты думаешь, что ты три хума убивает три эльфа? Дай еще раз То есть ты считаешь, что ты три хума убивает три эльфа? Ну, хотелось бы, конечно, МГУ прокачать немножко Да Хотелось бы Но оно, как правило, в процессе происходит Да Но я имею в виду, как фоги игра, понятно, хуману Если эльф все сделал тяжело, хуману тоже тяжело Но вообще по статистике, кстати, матчар не на столько дисбаланса Вроде, типа, как нашли решение Вот, К3 как раз Восемь, там, по-моему Клэб-близзард Эрфайр, рефлейм, артиры Ну, Близзард вариантирован Клэб, да Клэб, да Иннерфайр, скорее И кардинь, да Ну, там, мне кажется Ну, я до сих пор, например, поддерживаюсь теории, что если Ты эльфу не делаешь экспан Ну, и по темпу то же самое Получается, что и хуману То очень тяжело выиграть Потому что ты все равно где-то теряешь унитов Потому что кипер, ну, чтоб тебя харать И, соответственно Это тебе подарок Один час и смотри внимания Типа я смогу на главную промашниться и фокер Да, это Ну, пуск в мер большого стриминга, я так понимаю Это Все, пошла икра Ладно, спасибо, Поксю Будет отманивание от фоки Как еще убивать? Нет, в смысле сбивка Сбивка скрипта Хуман тоже здесь отманивает экспан Я понял, но это тоже стандарт Нет, я так понимаю Делают Делают Сбивают скрипт Хуману И у кого-то такое видео На MTV вроде Может и у фоки Ну, хотя Ну, окей Так, ну, все, встречайте, короче, Пуха Он будет Теперь в центре внимания У него час бесплатно Понимаете Игра пошла Да, я в курсе, что игра пошла Держи, держи время В курсе У меня тут Только один компьютер передо мной И я запрекаю сибфакторов Только Пух И то Временами Ну что ж Хочется, конечно, посмотреть Чтобы была интрига Хочется, чтобы Была борьба И я думаю, что Хаб в состоянии Дожить до Нужного набора юнитов Потому что Бывают очень затяжные Очень красивые игры Именно в этом матчапе Именно в текущей мете Опять же Хавк Не помню До Китайский турнир был Или Какой-то До этого Где он Славлея там играл Кажется, другой все-таки Но тоже Китайский Надо Сейчас мне поправят Наверное, ковчаться Ой, там песня на фоне Да-да-да Мы рядом находимся Со стендом Где Творческие люди Играют Играют Поют И Всящие себя проявляют Несмотря на то, что У меня микрофон Как близко И он как бы Узконаправленный Все равно Уровень звука Такой Я Я сижу в ушах И все равно Слушаю гул Понимаете А тут Уши закрывают Полностью Вот Нашло отманивание Войска вступили в бой Шесть далеко от вас Нет, шесть недалеко Где-то метрах в пятидеся Я даже знаю, куда идти Там очень хороший маркер Если ты проходишь мимо шеста То Волей-неволей Ты можешь взглядом за что-то зацепиться Вот Поэтому Мимо пройти очень сложно Смотрите Отманивание сработало Ковк пытается Не провел он этот удар Блин Дело в том Что Если вы Выманиваете Нейтралов То они Не кидаются В замедлении Этот голем Не кидает Камни И Справляться С этими Сильными Бомбрами Да Бомбрами Можно значительно проще Вот И это начали практиковать В определенный момент времени Обузить Если хотите Вот Но есть и контракт То есть Ты подводишь виспа Выманиваешь Выли Там Я не знаю Как это делать На самом деле Скажу честно Скорее всего Ты просто Рядом с футом Просто бежишь виспом И Тебе начинают Атаковать Ну Короче Что-то такое Или начинаешь Отманивать Нет Скорее всего Ты их начинаешь Отманивать Раньше Чем приходит футмен Вот То есть Он приходит А уже Нам все Бегают Приходит Кипер Вызывает Н Пытается Харазис Но пока что Пока что Не особо получается Если честно Уже вот Падает Третий Н И умирает Второй Рабочий Тем временем Ты сам Отогреваешь И к другой Сторону Чтобы они далеко Ничего Бойска вступили в бой Это логично Росбрейн Поддержал канал На сумму 25 тысяч рублей Сообщает Следующий турик Нужно Онлайн С оффлайном У меня дома Хозяин Барин Придется К Росбрейну Ехать Хорошо Поговорим Спасибо Росбрейн Мы возвращаемся К игре Вынуждены Подводят Еще нескольких Рабочих На строительство Экспанда И персонал Персоналы Телепортируются Войска вступили в бой И А что он будет делать Интересно Где два На половине Один барак Еле живой Вообще Все эти Со здоровьем Колоссальные проблемы Выбил Сентривард Делает разведочку Ставит рядом с таверной Похоже что Фогич собирается Сам ставить Войска вступили в бой Болитвис мне надоумил И его пассивная игра Тоже Но Хавк Прям делает Великолепную разведку Поставил по центру Карты Повторюсь И поставил на Экспандию Он видит все Что ему нужно видеть Но правда Сейчас идет Плохая встреча В центре Потому что Плохая Потому что Кипер третий Есть прикопка Архмат Правда тоже третий Видите как он Накидывает с руки Но в такой ситуации Как правило Войска вступили в бой Жертвы Идут среди футменов Потому что Никак не избавиться Диспола нет На этой стадии На город напали Минус один Был до этого Минус второй Сейчас минус третий Жуть Еще вот этого четвертого Можно поймать Ну у Хавка работает База Все хорошо Здесь мы видимо Ждем второго героя Т2 уже готов Может быть Может быть Пойдет какая-то Сейчас агрессия Не знаю правда куда Можно сходить на мейн Учитывая Что здесь Войска вступили в бой Архмага ловят А вот это опасно Потому что Осидка Хороший фокус И кажется Его разведут на телепорт У этих щел Телепортируется тут же Кавка А куда он телепортируется К тайминговому магазину Конечно же Магазин строится Только тогда Когда Он уже должен быть готов Это Какая-то отличительная черта Всех игроков за альянс Войска вступили в бой И с одной стороны Тебе он осумно пока тут И два не нужен Может и пригодится Зачем тратить ресурсы Но в результате Скупой платит дважды И приходится и время терять Пока магазин достраивается И платить за него Втридорого А это бывает А Фоги-то давит А Фоги-то давит Посмотрите Камень жизни выбил Из центрального Видимо тролля Вот здесь вот И сейчас будет агрессия Виспы есть Виспов Далековато они находятся Войска вступили в бой Очень хорошая ситуация Лайфинг-щилд кидает Фоги на алхимика Бомбу кислотную тоже закинул Убил двух футменов Просто сходу С летом Ой И тут прибегают Ополчаться они вообще Чем могут сделать Просто потому что Еще один лайфинг-щилд Который у меня Относится Он потраченный Подрезает элементарий Танкует алхимиком Магическую вышку Просто у него мана уже нет Отменяет вышку Которая грейдилась Фоги отлично давит То есть он при этом Еще ставит экс Но он играет Весьма и весьма агрессивно Напомню Что артмага нет Нет телепорта Ополченцы пришлись Они нужно сделать Дефенс появляется Служновато Отставал от кипера Кипер быстро Регенман Смотрите как быстро Он все делает Он стелепортировался Тыкнул на мануэллы Ну что-то успел пробить Конечно ничего не успел Нет Что-то успел пробить Закупился Сразу же пропил Все что нужно Нужны вещи Это все в доле секунды Так тык-тык-тык И побежал дальше Контроль сумасшедший Если кстати Посмотреть Затем Как это происходит От первого лица Вот пожалуйста Можно посмотреть На плазме Там на соседней грани Они играют Там уволятся Прям Ну это все Прошел на выставку Конечно Не поленелся Ну для кого Была возможность Продолжается давление Алхимик второй Падает еще один фут На мэйле пара вышек есть Пока что в одни ворота То есть игра опять же Под диктовку фогичит Ему единственное Придется отвлечься Когда доделается Войска вступили в бой Только вот в один момент А пока он может давить Как кончено Видимо время пришло уже Да? Да, время пришло Ну что и мэна закончилась Ну и пора уже Пора Хавк все-таки отбивается Кое-как Во второй элементарий Помогает Хороший НПС Ретанковывает Прекрасно Вот Ну а фогич Ставит Хоть и запоздалый Но экс Он по деньгам Вот если сейчас выйти из игры И посмотреть Кто сколько добыл А хотя зачем Если мы можем тыкнуть 10 косарей Там 7 с половиной Наверное Да? Да, 7500 Это большая сумма То есть Хавк несмотря на потери Смотря на то Что он вынужден был Вышки поставить Потратиться на это все дело Смотря на то Что он передал Инициативу врагу Войска вступили в бой Он Выиграл очень много ресурсов Орхмага Инвул Даже если будет прикопка Ничего страшного не будет Молоточек Кипера У него тоже есть большой бутылек Став Прекрасный Просто прекрасный Казал возвращается Этот Хавк-то прекрасно видит Он думал как-то поучаствовать Может быть шахту отменить Или во время крепинга прийти Ну так чтобы малыми силами Какой-то Хоть какой-то урон нанесел Понимаешь что у него пока еще армия Ну и как Вы видите Только первый приз появляется Но спора Вот эта машина Заработает на полную катушку Потому что посмотрите У Хавка На половину Т3 Там скорее всего Такой же дамент приблизительно Нет Ну побыстрее Да Уже доделывается Но все равно лучше чем в прошлой игре Добавляется второй барак Добавляется мастер с Гая Бристыш штампуется Диспл Соответственно Индерфайр Будет на Т3 Ай Я обратил внимание Что Казал решил выбить Артефакт из Скорпиона И это амулет маны Прекрасный артефакт Для Для манатургинга замечательный 150 маны добавляет Мана Сыне В бой Смотрите У меня два косаря на руках Это сумасшедшие деньги То есть он Прямо сидит в лимите Получает максимум По ситуации Готовится Делает апгрейды Халявит как только можно И при этом еще Урывками Умудряется Из подноса У Фогича Вытаскивать ценные артефакты Пока что у Капков Все более-менее Войска вступили в бой То есть На Т3 он уже считайте Дожил Интересно Это Москони Или Москони Да Москони Конечно там же Грейтбол Милишный Значит на коне И делает Кони Мортиры Престы Паладин Просто посмотрим Насколько кони Хорошо убивают МГ Это как бы Прямая контра А в патче 1.31 Если вы пропустили Появится Дополнительный апгрейд Именно для коней Или тяжелые мечи Как они Войска Взбили в бой Он будет доносить Бонусный урон Как раз по Среднему типу защиты То есть Будет Кони Гораздо более Ну не гораздо более А до 15% урона Возрастает Возрастает Они будут Сильнее бить После этого грейда Ох Рофлит роф Но у нас Паладин Дублирующий артефакт Дает ту же самую ауру Что и Аура паладина С другой стороны Можно прокачать паладина Через диван С такой аурой Хотя Даже первая аура паладина Лучше чем артефакт Насколько я понимаю Там уже полтора дают За уровень Паладин Паладин Сразу подключил МКУ Который вы Симпортировали На стаффе Дрессировка Животных Для того Чтобы было Плюс 150 хп Войска Вступили в бой Зитбилдер Да Стримфест Отличный Стримфест Из тех Стримфестов На которых я был А я был на всех Вроде бы Этот самый хороший Потому что И людей побольше И активности На стенде больше И мерч Привезли В общем Как-то позитивнее И больше движутся Как раз Я, если честно Не знаю, что По другим стендам Не так много Бегал У нас хорошо Войска Вступили в бой Так У Кане Семь армора Семь Мне казалось На самом деле Что у Кане Базовый армор Шестерка вообще Оказывается Пятерка Уже Семьдесят лимита Все Вот Уже У Кавка Хорошая армия Она технологична Она многочисленна И кажется Он собирается Засражаться Можно Парклипиться Просто Паладен У Кавка Вступили в бой У Кавка Вступили в бой Ой, какой МК Вы посмотрите Два амулета Манная 570 Манная А три гейфа Это все И можно Бесконечно Кидать Колодки Клэпперс Хрустальный шар Армчат Чисты прорываются Прорываются К престам И спелят Крестов Героев Хороший Очень диск Латфогича Врываются В алхимика Алхимика Мало Кипер спасает Полные Большое слово Самоусердить На тем Что происходит Потому что Армии Взаимно Вдруг в друга Проникли Малые Диаи По центру Находятся Они успели Сместиться Перегруппироваться Упросил Солу стрелки На 112 Мы вроде Распределились Нормально Арчи Все очень живо Несмотря Он просто Влетает Рис Картечу От квартир Очень больно Будет Тоже Вроде Живые Но они Тепортируются Там Смотрите Видимо Из того Что мана Закончилась Очень бедные Юниты Теряют Тем не менее Конья В конце Ни черта Непонятная Я понимаю Просто Идет Сражение Огромное Количество Действий Кто-то По кому-то Фугусит Кто-то Что-то Отходит Пидаются Молотки Прикопки Делаются Ставры Прожимаются Даунки Престы Там Диспелят Закаменания Вражеские Короче Уследить Крайне Сложно Но Судя по всему Хавк потерял Одного Коня Ну так Приблизительно Может быть Конечно Там по трупам Мы бы Увидели Кого-то Нет Тут все Это Арча Это Арча Это Конь А это Непонятно Кто Потери Больше Были Стороны Фоги Хотя Он тоже Особо Там Ну Никого Не терял Войска Вступили в бой Такой стадии Особо не считается Горным великанам Делаются Приоритетом Апрея Именно на защиту Естественно На город Напали Ох Хорошая тема Взяли Дрыны Взяли Деревья В руки И просто Через атаку Пытаемся Сломать Экспанд Закидываем Осидочку Все рабочие Кидаются Но в это время Рысари Представляют Ониверевьев Ворчей Влетают Гумавный Лоб не может, не хочет, неважно. Но приходит и элементарным, простым действием тыкает в одно строение. И смотрит, когда он умрет, когда он разрушен будет. Когда видит, что уже время подходит. Прошибаем ТП, подконтролили и все. И уже в материи по ресурсам, серьезный там он взятый экспант, который... Войска вступили в войну на город на башню. Отдал косарь, наверное. Врезается новое отражение. Матункин сделает клэп, но не полные маны. Весцы врезаются в квартир. Зачем-то кресты успели уйти. Бонни добили оставшихся висков. На самом деле хорошая ситуация для Хавка. Потому что клэп идет хорошо. Да, да, подойдет. Спасибо. Техника нашла. Представляете, ничего себе. У меня теперь руки сомневаются. Войска вступили в бой. Войска вступили в бой. Почти идеально. Потеряв только в конце там одного коня на последние там нули секунды. Здесь другая ситуация. Потому что... Ну потому что потерял больше. Хотя бы тот же самый конь. Возможно, это не так. Проблема мату джайна в том, что их сложно лечить. Колоссальный запас здоровья. 1600. Выправляется на здоровье Бунвеллами долго ты не сможешь. Потому что, ну, банально они и заканчиваются. Поэтому, собственно, спасает лично Алхимик. И, конечно же, любой эльф ждет, когда кипер докачается до 100 уровня. У него же ультимейт. На город напали. Отличный ультимейт. Куда-то прибежал конь один. Вообще не доконтроливает каф. Где он? Где он есть? Просто пришел, убил Арчу. Все виски не отгрыжут. Эй! Пришлось прикопать коня, потому что виски не справились с окружением. Так. Контроль прекрасный. Карты разведку делают постоянно. В курсе происходящего и кто-то другой. Молотун кип, смотрите, как он. Он пытается отрегинить бану. Для этого он выкладывает все артефакты, которые ему увеличивают бану. Пытается отбиться там бутылками. И то не получилось. В 400 из 600. В 600. Войска вступили в бой. Большое количество висков. Они прекрасно контрят. И престов, и нерфаер. Контрят и героев. Элементали диспелят. Виски, конечно, дорогие. Но... Ого! Сейчас будет... Сражение какое-то странное. Карты был готов сражаться. Даже привлек ополченцев со своей базы. А, это был развод. Ой, как грамота. Три мортиры оторвались. Они вообще уязвимые. Их кто угодно. Как бы в ближнем бою убьет. Они откололись специально. И по таймингу пошли убивать их спангу. Ну, типа, если человек полностью сфокусировал... Пояска вступили в бой. В предстоящем сражении. Вот оно уже начинается. И уже не так, как тихо. Смотришь на мини-карту. Переучился. Архмат на ближнем. Почитается заливочкой. Хороший клет. Хорошие мортиры. 90-й. Один ликвид уфоги. Отличная армия. Но кони 3-2. Под инерфаером. Под паладиновской аурой. Под лечением. Матункир-клайф. Падает первый конь. Свиток лечения хороший. Виспы. Тайминг, говорим. Можно было их ворачивать, взорвать. Но, опять же, хаффер не удаляется у виски почти всех христов от висков. И там из-за виспылили буквально пары. Виспы второй раз это никуда. Малдемчайтер пробивает конь. Смотрите, пробивает. Здесь, правда, под угрозой Матункин. Не болезет. Малыш, он делает килограмм. Отступает. Все красные уфоги. Все битые Малдемчайты. Битые медведи. А хафф живой. Хафф под инерфаером давит. Тащит. Все. Кажется, сейчас он будет уже на марше убивать этот кикспан. За который крайне сложно сражаться. У нас уфоги посмотрели с вами на кипера. Когда я говорил о 6 уровне. А у него было приблизительно такое же количество опыта. То есть в этом сражении. В этом сражении. В фоге не удалось практически никого не убить. Благодаря стаффам, благодаря лечению, отводам, микроконтроль. Все удалось спасти. Всех удалось спасти. Там только один конь в середине. Сражение умер и все. Но почему-то хафф не решился двигаться вперед. Подозреваю, что это опять же из-за маны. Но Донкин, смотрите, опять выложил амулет энергии. Регенерирует. Просветочка пошла. Мортиры стреляют, смотрят, где находится армия и как там спан. Терпеливо ждем, когда отвигается мана, а уже закончилась система. И снова в бой. На всякий случай фоге контролирует потенциально третью базу. Хавка. Там же, кстати, мейд уже должен закончиться. Да, да, да. Так он и есть. Так что ковис очень хороший. Тайминг будет прямо четкий. Ну что, фогид ждет. У него, вы не отметили, ауру архимагов, но эти фразы и не есть. Медведя рычаг. Там же коник. 3-2. Близок, шикарно. Позиция для карты просто ищемительная. Посмотрите, как флаг работает. По всей этой. Все, кто наполится внутри, они попадают в удар. Ох, вот раз. Он теряет, но там только Медведя еще встает, а так все хорошо. И Близзардом заливает тоже все. Колоссальное количество урона заходит. Падает первое. Нет, не падает. А так спасает под режимом этого гиганта. Арчи еле-еле выживают. У меня какой-то атакой. У них есть точность еще. Они с мордирами там как-то пытаются перестреливаться. Заливает еще и малки. Еще один флэн. ЛПГ очень битый. На береге, как просто, он довольно много уходит. Падает конь. Близкие сражения такие. Больше близкие сражения. Диадель-елфилит помогает. Видимо, третье лечение. А не третья осина. Отбегает еще оболченца. Сражение продолжается. Мана закончилась уже полностью кавка. Работает только естественная регенерация второго уровня у Архмага. Больше битые кони. Еще новые волшебцы прибегают. Они, кажется, быстро умирают. Ну и болтанкид очень битый. Очень битый МК. Его прикапывают. И он падает. Минус МК. Афоки. Стопанул свой. Да ладно. Короче. Там минус герой. А алхимик. Каковский алхимик выжил. И вернулся. И шансов там не было. Короче. Так динамично все происходит. У нас получается 1-1. Да. 1-1. Не. Какое? 2-0. 2-0. 2-0. Да. 2-0. Хотя была интрига в этом матче на самом деле. Но последнее сражение было такое уже. Кажется, там ману вышли. Я этот момент пропустил. И герои. Герои Хавка остались без маны. Да. 2-0. 2-0. 3-0.